Всем добрый вечер, с вами Зонг и это миссия 5.3. Особенность этой миссии заключается в том, что это первая миссия в игре, так называемая Стэнс. Есть несколько миссий, их не так много, но каждая по-своему уникальна. Еще я хочу сказать о сюжетных клише, которые используются в видеоиграх. Одним из таких является не мой, а главный герой, который на протяжении всей игры не скажет ни одного слова. При этом остальные персонажи с ним постоянно взаимодействуют, ругают, хвалят, но ни одного слова от него. Из очень знаменитых игр стоит отметить Half-Life, Gordon Freeman и GTA 3. Вот, по-моему, вот так говорят. За всю игру ни одного слова. Не знаю, что это за художественный прием такой, но я его не понимаю. Видимо, сценаристы, увидев тоже, что это немножко странно, в аддоне решили это исправить. И, по-моему, там они в другую крайность кинулись. А что у них получилось, мы идем в следующих сериях. А пока мы продолжаем. Лейтенант, вы обнаружили неплохое место для наблюдения. Если преследователи все-таки вычислили координаты нашего гиперпрыжка и сунутся в систему ПАЛОКС, мы непременно узнаем об этом. Мы установили круглосуточное дежурство возле обоих гиперворот. В следующую смену на астероидах дежурить будете вы. Сидите тихо и держите ушки на макушке. И если вдруг появится враг, дайте ему пройти и сразу сюда с докладом. Кстати, лейтенант, ваши корабли я приказал оборудовать специальным маскировочным устройством. Это одна из наших новых разработок. В инерционном режиме при выключенных двигателях корабль практически не виден на радарах. Используйте его с умом. И раз уж я начал критиковать разработчиков, то вот, вот это вот бельмо на глазу, что мешало это исправить? Просто. Вообще, нет слов. Подъем орлы, смена прибыла. Это очень кстати, о том, мы тут заскучали уже. Как обстановочка? Тихо, как в трюме кораблях от Афалта. Вот и отлично. Робот-айфон просредоточится вблизи астероида. Заглуши двигатели. Мы уходим. Удачного вам дежурства. В этой миссии начальство выдало нам супер-меги-девайс, такой как маскировка. Мы еще сейчас включили. Но внешне этого никак не видно. Хотя в оригинальной игре при включении маскировки корабль становился прозрачным. Почему они это выключили? Не знаю. Может быть показалось слишком антинаучно. Самая большая сложность игры под маскировкой в стелс-миссиях это то, что при малейшем резком движении в любом ускорении она выключается. Так как типа не может справиться, наверное, с высокой скоростью при движении. Поэтому корабль нужно пилотировать очень-очень деликатно. Любое отключение маскировки в этих миссиях равноценно, практически всегда провалу. Эта миссия не исключение. Поэтому корабль надо очень-очень осторожно пилотировать. Вы это здесь увидите. Как ты это понял? Они еще не прыгнули. И вот еще Дурианские линейные крейсеры. У них целых 4 штуки однотипных крейсеров, каждый из которых щеголяет радикальной матовой окраской на пол корабля. Наверняка эти текстуры где-то лежат в ресурсах игры. Клифун, внимание, трогаемся к воротам. Двигатель можно включить только вблизи астероида. Потом врубаем маскировку и идем на инерции. Так, и потихоньку увеличиваем скорость. Я ускорю время, так как понимаю, что со стороны, наверное, это не очень увлекательно. ТРЕЙДЕНОВ Не думаю, что они отгородились от нас одним гиперпрыжком. Но поищем и здесь. Мои ребятки говорят, что флот Тройденов прыгал в район Олимпии. Туда мы сейчас и двигаемся. Прочишем местность, потрясем местных, найдем. Никуда они от нас не денутся. Всегда забавлял название этого крейсера. Постоянно забывал ПУКУТЕ. Как-то очень странно. А лама на него смотрит. Угрожающе. Или нет, подожди. Или это на заднице на него так смотрит. Наверное, демонстрирует отвращение конфедератам. Олимпи. Howard. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне по душе такие пилоты, как вы... Кажется, намечается серьезный махач... Но что будет? Смотрите следующую серию... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...